Продолжение следует... Мы также рады новым брендам, как и раньше. Мы наблюдаем рост трафика в онлайне. Конечно же, год от года мы перерастаем. Также слышим, что офлайн тоже постепенно стабилизируется к уровню до 2022 года. Что не может не радовать, это означает, что фэшн все-таки стабилизируется на данный момент. Для улучшения продаж, сегодня тоже это обсуждали на сессии, что, конечно же, бренды сейчас соревнуются на платформах ввиду большой конкуренции за клиентский спрос, тем самым инвестируют в маркетинг в развитие своего бренда. Это, пожалуй, самая главная составляющая сейчас в развитии продаж на платформах онлайн. Хочу поблагодарить выставку за то, что она продолжает свое существование. Мы сейчас наблюдаем, конечно, ее возрождение. Приятно видеть, что мировые бренды продолжают принимать участие или вновь появляются в рядах выставки, демонстрируя свои новые коллекции. Выставка CPM – это прекрасный повод обменяться с коллегами текущей ситуации на рынке, поделиться какими-то знаниями, которые они нашли за прошедший сезон. Желаю процветания выставки, желаю, чтобы байеры находили свои бренды, а бренды – своих байеров. Если говорить про ассортимент, то сейчас российскому рынку очень не хватает обувных брендов, поэтому мы здесь ждем новых игроков, новые имена. Еще хочу обратить внимание на мужской ассортимент. Мы видим, что мужчины возвращают свой взгляд на модную индустрию, поэтому этот ассортимент точно будет востребован. И, конечно же, ассортимент «Люссайз». Здесь не хватает актуальных модных брендов, которые подойдут для каждого возраста от 20 до 40 лет. Очень ждем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!